Добрый день, это передача АРМБАР. Сегодня мы говорим о проявлении антикоррупционного мышления у жителей Павлодарской области. У нас в студии заместитель руководителя управления информацией общественного развития по Павлодарской области Руслан Тюлес. Добрый день, спасибо, что согласились прийти. Вот хотелось бы у вас уточнить, каким образом у нашего населения меняется мышление в сторону неприятия любых проявлений коррупции, ну и какие-нибудь наиболее яркие события в последнее время. Можете озвучить? Добрый день, Резабек, добрый день, уважаемые зрители нашей передачи. Действительно, на сегодняшний день, как мы, наверное, знаем, видим из средств массовой информации, видим из социальных сетей, ведется большая плановерная работа именно по привитию нетерпимости коррупции на любых ее уровнях. То есть, начиная там от школьной скамеи, заканчивая любыми госуслугами и представлениями любых, скажем так, благ не только государственными органами, но и в целом. То есть, жизнедеятельность человека мы стараемся привить так, чтобы коррупции, она вообще не существовала и никак не отражалась на наших жителях. В первую очередь, то есть, ну, помимо тех законодательных и карательных мер, которые занимаются специальные органы по борьбе и противодействию коррупции, мы, как госорганы и как представители взаимодействия с НПО, с молодежью, с партиями, проводим работу, в первую очередь, разъяснительную. Через средства массовой информации, через социальные сети, через всевозможные мероприятия, там, дебатные турниры, примеры, как равны-равному, допустим, разъясняем о том, что такая норма и такой паразит, как коррупция, она не должна существовать в нашем обществе. Ну, из наиболее последних событий, вот относительно недавно глава региона, да, Балхайр Бахтабаевич, выступая, заявил о том, что на сегодняшний день мы планируем сформировать настолько открытые, то есть, госорганы, госорганы современные, которые, в первую очередь, не терпят никаких проявлений коррупции, а делают все прозрачно, своевременно и действительно на благо нашего населения. Прямо он это подчеркнул в одном из своих последних интервью. Я считаю, что все государственные служащие, которые, то есть, наблюдали за этим интервью, все жители региона взяли этот момент себе на заметку. Касательно той работы, которую проводит именно наш госорган, это в первую очередь, конечно, работа через средства массовой информации. Здесь, ну, если взять цифры, с начала года опубликовано более 250 материалов всевозможной направленности, из них 150 материалов в печатных СМИ и 95 в электронных и телевизионных СМИ, а о нетерпимости коррупции. Это и, скажем так, и всевозможные игры, и материалы именно о задержании и так далее, и материалы именно о действительном законодательстве в сфере борьбы и недопустимости с коррупцией. В этом плане, конечно, я хочу отметить, что текстная работа у нас налажена совместно с проектным офисом Мадалда Халана. Здесь, я думаю, у нас правильная работа выставлена, что не каждый двигается сам по себе, а работа в регионе ведется, то есть, ну, в одном ключе, когда каждый, то есть, на своем уровне пытается провести ту или иную работу со своей целевой аудиторией. Спасибо. Я напоминаю, что телефон существует в прямой линии 8707-599-9305. Вы можете отправлять свои сообщения. Вот хотелось бы остановиться на привитии добропорядочности среди госслужащих. Вот отдельная большая тема, вот чтобы у них сформировать такую модель поведения, которая предусматривает категорическое неприятие коррупции. Вот как среди чиновников, среди госслужащих формируется добропорядочность? Ну, в первую очередь, я считаю, что перед тем, как человек выбирает свою профессию и идет осознанно участвовать в конкурсе на занятия вакантной государственной должности, он уже понимает о тех ограничениях, которые на него лягут в случае избрания конкурсной комиссии, то есть положительного заключения о назначении его на ту или иную должность. Хочу отметить, то есть из опыта, то есть я на государственной службе работаю уже более 10 лет, то есть прошел с низовой должности с главного специалиста, то есть городского акимата до сегодняшней позиции, которую занимаю. Сегодня в каждом госоргане работа по профилактике и противодействию коррупции ведется, то есть, ну, на очень хорошем уровне. То есть с таких обиходных, скажем, вещей, когда в кабинетах говорится о том, что смотри, в первую очередь мы работаем, то есть под присмотром наших жителей. Надо быть всегда честным, скромным, нужно качественно и добросовестно выполнять свою работу. То есть я считаю, сегодня это и есть украшение любого государственного служа, когда он не выдает свою работу за какие-то там похвалы и грамоты и всевозможные, допустим, там отмечу. Он делает всю работу за заработную плату и он делает ее должен качественно, чтобы завтра, ну, не стыдно было смотреть в глаза своим соседям, своим коллегам. И когда человек профессионал, когда он действительно правильно и очень грамотно исполнится функциональной обязанности, это всегда видно и всегда завтра мы видим обратный эффект от жителей. Когда ты оказываешь ему государственную услугу, когда ты правильно консультируешь, когда ты грамотно разъясняешь или снимаешь какую-то напряженность в обращении граждан, это всегда ты видишь, то есть благодарные глаза, благодарные возрасты своих, скажем так, горожан, тех людей, с которым ты каждый день бок о бок живешь. Помимо, то есть, скажем так, фундаментальных знаний, то есть о борьбе и непринятию вопросов коррупции, в каждом госоргане, насколько я знаю, ведется работа именно вот как правовой час, где-то проводятся там пятиминутки на совещаниях, где-то обсуждаются, допустим, выступления или какие-то информационные поводы в коллективах, что вот действительно выступил глава ведомства или глава региона о том, что сегодня такая работа ведется, это всегда активно обсуждается и каждый, то есть, берет себе на вооружение те или иные знания. Поэтому я считаю, что сегодняшний госаппарат, он максимально приближен, то есть, к нетерпению коррупции. Ну, я как госслужащий, который работает в здании, где находятся четыре управления, я это вижу каждый день, то есть, сталкиваться со своими коллегами. Вот вопрос поступил. Что делать, если я недоволен работой того или одного госслужащего? Во-первых, на сегодняшний день, сегодня каждый госорган имеет свой аккаунт в социальных сетях, сегодня каждый госорган открыт для граждан в любом виде, то есть, есть прием граждан первого руководителя, есть, скажем так, прямой доступ в любой государственный орган, где каждый может устно, письменно, либо через онлайн-формат написать в свободном виде о том, что его как не устроило. То есть, изложить все, скажем так, ясно, лаконично и, я думаю, не заставить долго ждать. Неоднократно мы такие вопросы разбирали, когда действительно приходят, но, как правило, самое эффективное прийти к руководству и, вот, скажем так, вместе с этим специалистом или тем или иным человеком, то есть, сесть и сказать, вот мне это не устроило, как вот это сделать? Зачастую бывает просто недопонимание где-то в каких-то моментах. А так, ну, единственное, учеты, конечно, пандемии, они определенные свои коррективы внесли, обязательно нужно приходить в масках, обязательно нужно, то есть, использовать социальную дистанцию, но госорганы работают в прежнем режиме и всегда готовы удовлетворять те потребности жителей региона, которые сегодня имеются. Зачастую вот люди идут на правовнушение, в том числе коррупционное, от незнания законов. Вот как ведется вот в образовательном уровне повышение в этом направлении? Ну, как говорится, знаете, незнание закона не освобождает нас ответственности. Как я уже говорю, в любом случае, когда... Но, тем не менее, надо же людей вооружить знаниями, да? Однозначно, однозначно. То есть, как я уже отметил ранее, то есть, в госорганах проводятся прав часы, где юристовольного госоргана проводит для своего коллектива, то есть, по итогам проверок или раз в квартал, допустим, небольшую, скажем так, лекцию о изменении в законодательстве, в сфере, допустим, государственных закупок, об изменении в законодательстве, там, в сфере обращения, там, обращения граждан, где информируют и доводят. То есть, помимо этого, мы же каждый получаем все изменения в законодательстве, которые есть, мы их изучаем и читаем. В этом плане, я считаю, простительская работа и работа по, скажем так, информированию государственных служащих о тех или иных изменениях, чтобы он завтра не оступился и по незнанию не совершил кое-либо правонарушение, коопционного, либо административного характера, здесь работа ведется. Но, помимо этого, я считаю, что сам госслужащик должен заниматься самообразованием, то есть, он должен следить за изменениями в законодательстве, благо сегодня, то есть, все эти изменения отображаются в ряде новостных порталов. Здесь, наверное, и говорится о конкурентоспособности государственных служащих. Он должен быть поинформирован, скажем так, впервые от других остальных, так как от принятия его решения зависит многое в нашем регионе. Вот в этом году мы отмечаем 175 лет с дня рождения великого мыслителя Абая. Вот он говорил о Толох Адам. Вот кто в вашем представлении такой Толох Адам? – Действительно, вот этот год у нас такой, на такие интересные и знаменательные даты богат. Абая – это был великий мыслитель, наш, скажем так, человек, которым гордится, наверное, каждый казахстанец. Толох Адам – это такое, для меня это очень многогранное выражение. У меня больше оно не связано с какой-то определенной личностью. Я считаю, в любом случае, это, как вот и было сказано, в изучениях великого Абая. Толох Адам – это, в первую очередь, человек человечный и справедливый, на мой взгляд. Здесь он должен, как вот сказать, как сегодня мы говорим о слышащем государстве, человек, который умеет правильно услышать и в то же время найти нужные слова, чтобы донести свою мысль до собеседника. То есть, ну, тот человек это сможет сделать, который, в первую очередь, порядочный. Во-вторых, этот человек должен быть, скажем так, ну, приземленный, не витающий где-то в облаках, который вот сегодня видит, ну, что находится у него под ногами, что находится в поле его зрения. И, конечно, человек с благими мыслями, то есть, изначально с благими намерениями, то есть, изначально человек хочет помочь, нести добро и сделать как-то, ну, помочь, скажем так, своему собеседнику или там, кто бы это ни был. У меня как-то сформировалось такое мнение. Человек концентричный, говорят современным языком. Можно так сказать, да. Чего не хватает, к сожалению, до сих пор некоторым госслужащим, надо признать. Если человек хочет получить новые знания, но не из интернета, в части коррупции, куда он может обратиться, что ему нужно делать? Вот тот же госслужащий, например. Госслужащий, если хочет получить знания, не из интернета. Во-первых, как я уже сказал, в каждом государственном органе есть юридическая служба, которая отвечает за законность. Во-вторых, есть такие организации, как ИРТ-Садалда-Халане, о которой мы сегодня говорили. Это мощнейший институт, который сегодня создан, и работает на общественных началах, и готов оказывать не только поддержку тем людям, кто хочет защититься от коррупции, но и, в первую очередь, госслужащим, в том числе журналистам, может быть, кому-то еще. То есть это, я скажу так, очень мощный институт, и очень мощный рычаг в целях профилактики противодействия коррупции. Я считаю, что, обратившись в открытый офис, фронт-офис ИРТ-Садалда-Халане, любой человек не окажется обделенным вниманием. Спасибо большое. Вот один из показателей искорения коррупции – это максимальная открытость госоргана. Вот что делается в этом направлении в нашем регионе? Мы сегодня, да, со многих трибун и площадок слышим о том, что госорган должен быть открытым, о том, что государство сегодня у нас слышащее. Действительно, я считаю, что изменения очень существенные. Сегодня каждый руководитель госоргана, каждый аким города, района, села имеет аккаунт в социальных сетях, где любой желающий может написать ему в дайрект, обратиться в комментарии и так далее. И в большинстве случаев эти аккаунты ведут сами эти люди. То есть у людей, скажем так, нет необходимости для этого делать пресс-секретаря или что-то делать еще. Помимо этого, то есть активно действуют блоги, социальные сети, госорганов обезличенные, скажем так. И в первую очередь, я могу, к примеру, по нашему госоргану объяснить, обращения, которые поступают от жителей через социальные сети, они рассматриваются в первую очередь. То есть если, конечно, не содержит там обезличенности или где невозможно пойти истину, любой госорган заинтересован в обратной связи и понять суть проблемы. Зачастую это облегчает деятельность, скажем так, ну, понятно, в какую сторону мы должны двигаться. Сегодня социальные сети, наверное, имеют каждый мобильный гражданин нашего региона, да, он Facebook, Instagram, Twitter или что-либо это не было. Я считаю, это один из таких серьезных показателей. Сегодня мы даже новости, да, узнаем с официальных аккаунтов, акиматов, либо управлений, либо наших каких-то, скажем так, блогеров, либо официальных личностей. То есть на своей странице он публикует, вот, если вот пример привести, поставление санврача. Мы все читаем в Instagram, позже оно выходит в официальных, скажем так, аккаунтах или официальных, значит, в СМИ. Поэтому здесь открытость, я считаю, в первую очередь это взаимодействие, то есть любым способом донести до госоргана или конкретного лица свою проблему. В этом плане, я считаю, открытие аккаунтов и активное введение в социальных сетях как-никак лучше отображает сегодняшнюю реальность. А, ну, кстати, насколько я знаю, вот месяц назад был создан отдел по обращению граждан в областном акимате. И это еще более усилит открытость наших госорганов вкупе со всеми другими мерами. Однозначно. Главой региона ставится задача максимально слышать чаяния наших жителей нашего региона. Мы в этом плане все нацелены и всегда готовы исполнять это поручение для того, чтобы действительно госаппарат, скажем так, в Володовской области был максимально слышим, максимально конкурентоспособным, максимально нужным для наших жителей региона. Вот тут спрашивают, можно ваш личный инстаграм-аккаунт? Конечно. Можете озвучить его? Руслан, нижний подчеркнет Левлесов. То есть в инстаграме можно найти, обратиться. Руслан, нижний подчеркнет Левлесов. Да, я сам веду этот аккаунт, там моя фотография находится, поэтому никаких проблем нет. Граждане обращаются? Ну, не так часто, в основном мы информируем, это больше, скажем так, рупор. Пока обращений таких насущных не было. Будем ждать. А вот хотелось бы по поводу усиления общественного контроля поговорить. Вот что делается, чтобы в участии различных проектов, идей, мероприятий принимали общественники участие, чтобы с их стороны контроль усиливался, в том числе от рядовых граждан? В этом плане, конечно, сегодня у нас ведется работа, вот как вы знаете, есть неправительственные организации, есть партии, через которые ведется тесное взаимоотношение между государственными органами. Есть депутаты различных уровней, то есть которые население голосует за них. То есть это те же представители нашего населения, те же жители нашего города, за которые территориально проголосовали, то есть энное количество жителей нашего региона. Любой желающий может лично обратиться, то есть законодательно, никак не ограничивается его участие в тех или иных проектах, в том или ином мониторинге. Помимо этого, это он может сделать через неправительственные организации, помимо этого он может сделать через депутата, то есть территориально, который находится к нему, или даже вне зависимости от этого, к любому депутату обратившись, он имеет право запросить ту или иную информацию. Также через одну из наших партий. В нашем регионе шесть филиалов партий присутствуют, каждый из них имеет право участвовать. Или любой желающий граждан может занять активную гражданскую позицию, то есть вступив в организацию, взаимодействовать с госорганами, не только с нашими, но и с любым другим в плане информирования, в плане получения информации на то, куда, как тратятся средства бюджетные. В этом плане сейчас никакой тайны, никаких секретов нет. Я думаю, тем более публикуются отчеты о всех этих вещах. Отчитываются руководители, первые руководители. То есть, если здесь идет именно о финансовых средствах, о деятельности, то есть квази-государственного сектора. Не знаю, возможно, мне это сейчас так, как бы в силу информации сложилось мнение, но я считаю, что эта информация более чем доступна и открыта на сегодняшний день. Вот я просто пример приведу. Летом глава региона обратился к жителям, сказал, что любой желающий может войти в мониторинговую группу по контролю над дезинфицированными работами, по травле комаров. Так и есть? Да. Но потом мы выясняли, ни один не вошел. Здесь я готов с вами поспорить. В том числе и мы на наших аккаунтах размещали информацию о том, что любой желающий, и у нас ряд журналистов туда вошли. Журналисты, да, общественные деятели. Журналисты, общественные деятели вошли. То есть здесь бросили клич все желающие и могли... Мы в том числе вошли в Ерце-Далдахолону, мы буквально на каждом мероприятии ходили. Причем здесь все люди разноплановые. Здесь нет, скажем так, квази-государственного сектора. Тут были у нас и известные в городе экологи такие, скажем, которые любят критиковать, скажем так, регион. Идея главы региона сделать все эти процессы максимально прозрачными и чтобы жители получили достаемную информацию. Да, вот сегодня к нам, например, проект обращаются люди. Сегодня мы говорим, вы вольны войти в любой мониторинговую группу. Было бы ваше желание. Мы им предлагаем выбор. То есть, да, действительно, я подтверждаю, что и глава региона даже на это нацелен. Что он говорит, что общественный контроль должен усиляться. Вот хотелось бы закончить, в наше эфирное время уже истекает. Вот вновь напоминанием о том, что в этом году отмечаем знаменательный юбилей. Вот какие из строк Абая вы считаете, говорящими о том, что добропорядочность и стремление к ней должно сопровождать всю нашу жизнь? Если честно, тут немного врасплох у меня застали. Но у нашего великого мыслителя Абая достаточно много было умных извлечений. Я сейчас не готов привести пример именно какое-то отдельное, которое бы было напутствием для жителей, то есть не совершать коррупционные правонарушения и риски. В любом случае, я считаю, что сегодня век цифровых технологий, которые, к сожалению, не были доступны во времена бытности мыслителя Абая, сегодня мы как никогда должны беречь себя, беречь своих близких и быть максимально чистыми, прозрачными, нетерпимыми коррупцией в целом в любых ее проявлениях. То есть начиная от школьной скамьи и заканчивая там зрелым преклонным возрастом, мы должны понимать о том, что это зло, которое мы должны стараться искоренить и не допустить проникновения в наше общество никаким образом. Спасибо вам большое за ответы, за содержательную беседу. Это была передача «Армбар». Смотрите нас в понедельник, среду и пятницу. Спасибо за внимание.